Сказание о царице Феодоре. Давно это было. Много веков прошло с тех пор. А память народная передает из поколения в поколение предания о славной и мужественной красавице Феодоре, царице Сугдейской. Доброта. Ясный ум и мудрость в государственных делах снискали ей народную любовь. Слава о красоте Феодоры соперничала со славой о прекрасной стране на берегу Черного моря, которой она управляла, и богатом городе Сугдея, где жила в своем дворце на склоне горы. А красота Феодоры могла очаровать всякого. У нее были тонкие черты лица, смуглая кожа, глубокие черные глаза и темные волосы. В движениях гибкого тела чувствовались ловкость, сила и неутомимость. Многие знатные вожди желали назвать прекрасную деву своей женой. Одни предлагали ей свои богатства. Другие – славу. Добытую мечом в сражениях. Третье – молодость. Красоту. Четвертая – знатность рода. Всех отвергала Феодора. А она дала обет безбрачья. Чтобы всю жизнь быть независимой и все свои силы направлять на благо своего царства. Любимым жилищем царицы был замок на вершине скалы. С орлиной высоты верхнего замка Феодора любовалась далекими горами. По бережьем моря. Вдоль которого до самой медведь в горы простирались ее владения. Цветущими долинами и городом. Лежавшему подножие скалы. К городу вели многочисленные дороги. Широко раскинулась гавань с кораблями. Видела Феодора. Как спешили в сук, где у караваны верблюдов. Груженных товарами. Ветер доносил до нее ляск якорных цепей и скрип корабельных снастей. В сукдее на огромном торжеще встречались торговые люди из разных стран. Здесь были и русские купцы. Именовавшие сукдеусурожем и привозившие из Руси драгоценные меха. Горностаевые. Бобровые. Венецианцы со своих галер выгружали полотна. Тонкие сукна. Фрукты и оливковое масло. Из южных степей. С берегов Волги в сук, где ушли хлеб. Рыба. Икра. Шерсть. Китай. Туркестан. Аравия и Индия посылали пряности. Драгоценные камни. Порчу и бархат. Шелк и индиго. Опиум и благовоние. Ковры и оружие. Но все чаще становилось суровым лицо Феодоры. Сгущались тучи над богатой страной. На севере к границам ее подступали орды татар. А на востоке в соседнем городе кафе обосновались хитрые и коварные генуэзцы. Искафы генуэзцы готовились нанести удар по благословенной сукдее. Волновал царицу и раздор. Проникший в среду ее приближенных. Причиной которого была она сама. С детских лет Феодора росла вместе с двумя сыновьями одного из местных князей, близнецами Ираклием и Константином. Очень похожими друг на друга лицом и ростом. А она разделяла с мальчиками их игры и забавы. Не уступая им ни в чем. Ни в беге. Ни в скачках на коне. Ни в стрельбе из лука. С возрастом детская привязанность к Феодоре перешла у юношей в чувство любви. Соперничество в любви поссорило братьев. Однажды, оставшись с Феодорой наедине, Ираклий, волнуюсь, сказал ей. «Феодора, забудь свой суровый обед. Позволь назвать тебя женою». Но девушка твердо ответила ему. «Девичью судьбу? Свободную? Вольную? Я дала обет не ненять никогда. И от обета не откажусь». «Царица!» Взмолил Сейраклий. «Нет. Не мужем. А братом я буду звать тебя». Ответила девушка. «Знай, Ираклий, что лютая смерть мне гораздо милей, чем удел жены. Совсем другое у меня на душе». С этими словами рассерженная царица удалилась. А отвергнутый юноша стал мрачен и грозен. Терзали его злоба и жажда мести. Не раз говорил он себе. «Запомни я, змея, твои слова. Что смерть тебе милее? Свершится все. Что выбрала ты себе? Твой жребий уж близок». С тех пор Ираклий затаил мысль. Или любой ценой овладеть Феодорой. А вместе с нею и властью над страной. Или погубить Феодору. Он часто удалялся в дикие ущелья и дремущие леса и на свободе обдумывал. Как отстранить брата соперника и осуществить свои властолюбивые мечты. Второй брат, Константин, в противоположности Ираклию, был добр и честен, нежно любя Феодору. Он помнил об ее обете и даже не помышлял о том, чтобы она нарушила его. Не искал власти. Его желанием было находиться возле любимой и помогать ей. Ираклий решился на предательство. Пробравшись в Кафу, он убедил генуэзского консула напасть на Сугдеу. Обещая помочь при взятии города. В уплату за свое вероломство изменник потребовал отдать ему Феодору. Вскоре. Как стая коршунов. Под стенами Сугдеи собралась черная рать генуэзцев. Два месяца длилась кровопролитная битва. Во главе защитников города были Феодора и Константин. Везде, где появлялись неустрашимая царица и ее верный спутник. Воины с удесетеренной силой отбивали натиск врагов. Наконец Ираклию удалось пробраться в город. Пользуясь своим сходством с братом, он ночью подошел к городским воротам якобы для проверки часовых. Усталые воины. Не видя опасности. Отдыхали в башне. У ворот стоял лишь один человек из стражи. Подойдя к воину. Предатель зарубил его мечом и мгновенно открыл ворота. За которыми находились притаившиеся генуэзцы. Прежде чем защитники Сугдей и сумели опомниться. Вражеские воины ворвались в город. Началась ожесточенная битва на его улицах. Но силы были неравными. Враги одолевали. К утру Сугдея была в их власти. Феодора. Константин с частью воинов и жителей через пролом в стене бежали на запад и укрылись в крепости Алустон. Напрасно искал Ираклий своего брата среди убитых. Напрасно ожидал он. Что приведут к нему пленную Феодору. Как громом поразила его весть. Что они благополучно бежали из захваченного города. Вскоре галеры Кафи Циев показались у Алустона. Из всех окрестных поселений жители уходили под защиту стен крепости и готовились к обороне. Началась осада. Войска генуэзцев много раз шли на приступ. Но население обороняло город все ожесточенней. Мужчины, женщины и дети, все были на укреплениях. Мечами, кольями, топорами отбивали неприятелей. Кипятили смолу и масло и обливали ими осаждающих. Бросали в них камни. Тогда генуэзцы подвезли стенобитные орудия и стали таранами разрушать крепостные стены и башни. Видя, что города не удержать, Феодора вывела из Алустона воинов и жителей. И они скрылись на костель горя. Казалось, сама природа позаботилась о том, чтобы сделать куполообразную вершину костель горы неприступной. Редкий смельчак решился бы одолеть ее почти отвесные склоны. Падающие к морю и в долину. Только с севера небольшой пологой седловиной соединяется она с главной грядой Крымских гор. Недаром в глубокой древности избрали люди эту гору для укрытия от врагов. И до сих пор путь к ее вершине преграждают остатки мощных стен. Через некоторое время генуэзцы подошли к оборонительной стене и воротам, защищавшим единственное уязвимое место крепости. Не надеясь на успех штурма, враги решили окружить гору и голодом вынудить Феодору сдаться. Но выжидание не входило в расчеты Ираклия. Ему не терпелось заполучить девушку немедленно. Он снова предложил захватчикам свою помощь и по известному ему подземному ходу проник ночью в крепость. И снова воины Феодоры были обмануты сходством двух братьев-близнецов. Ираклий сумел беспрепятственно добраться до ворот. В это время он увидел Константина, стоявшего у бойницы. Незаметно подкравшись к брату, Ираклий нанес ему смертельный удар кинжалом. Бросившись к воротам, предатель отодвинул засов. И генуэзцы ворвались в крепость. Началась схватка. На шум битвы выбежала Феодора. Но в это время дорогу ей преградил Ираклий. Приняв его за Константина. Царица с тревогой спросила. Где враги? Они в крепости. Ты моя. Феодора. Я спасу тебя. Закричал Ираклий. Узнав изменника. Царица в одно мгновение занесла меч. Будь проклят. Предатель. Отсеченная голова Ираклия покатилась к ее ногам. Феодора ринулась в гущу битвы. Взошла луна и осветила страшное ночное сражение на костель горя. Жители Субдеи Алустона отчаянно бились с генуэзцами. Ручьями лилась кровь. В первых рядах воинов сражалась Феодора. Враги не знали пощады от ее меча. Она была вся изранена. Кровь струилась по ее телу. Но бледное лицо было гневно. Огромные глаза сверкали яростью. Голос звенел. Зовя в бой воинов. Феодора была прекрасна в эти последние минуты своей жизни. Враги пятились от нее. Как от грозного видения. Но слишком неравны были силы. Пала костель. На юго-западном склоне горы. Там. Где нет растительности. На сером фоне утесов и сейчас еще видны темные полосы. Это. Как передает народная молва. Ручьи запекшейся крови защитников крепости. До последнего человека сражавшихся с захватчиками генуэзцами и павшими в битве во главе со славной своей царицей. Девушкой воином Федорой. В сказании рассказывается о вполне реальных исторческих событиях. В конце 13 века генуэзцы утвердились в кафе. Современная Феодосия. Которая стала главным центром их торговли на Черном море. В 14 веке генуэзцы захватили Сугдио. Современный судак. И все побережье до Балаклавы. Они жестоко эксплуатировали местное население. Разоряя крестьян и ремесленников Крыма. Естественно. Что коренное население побережья оказывало упорное сопротивление захватчикам. Историческая наука не подтверждает существование в средневековое время правительницы. Подобной Феодоре. Образ легендарной царицы, плод народной фантазии. Связавшую вымышленную личность с действительными историческими событиями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова